Привет подписчики, привет гости моего канала. Сегодня я решил записать очередной влог. Я приехал на Майдан Независимости. Сегодня здесь пройдет в фан-зоне Евровидения большой концерт с участием в Швеции, Чехии, много стран. И сейчас я приехал сюда и намного раньше, поэтому я решил вам показать, что находится на Майдане сегодня. И сейчас мы с вами уже пойдем в Евровиджион Виллдж, и где я буду тоже снимать, все вам покажу. Я там уже, если честно, вчера был, но ничего вам не заснял, потому что я был там очень быстро, особо ничего и не видел. Сегодня у меня есть достаточно много времени, так что все вам покажу, расскажу и вместе посмотрим на тот труд, который проделали организаторы, для того, чтобы нам было хорошо и интересно. Кстати, Майдан и Киев готовятся не только к Евровидению, но еще и к Дню Победы. 9 мая уже совсем скоро, буквально через пару дней, и на Майдане очень много всего того, чтобы напоминало День Победы. Не знаю, будет ли какой-то праздничный концерт или еще какой-то парад, насчет этого я не в курсе, но очень много упоминаний этого праздника. Сегодня очень много людей на Майдане, потому что суббота, и как бы это логично, да, выходной день, многие люди приехали сюда. Плюс еще туристы из других стран, которые приехали на Еврогородок, так что людей достаточно много. Посмотрите, вот все они здесь гуляют, и, собственно, я тоже тут. Я не совсем понимаю, что вот эти за штуковины такие, они почему-то установлены в центре дороги. Помните, эту дорогу перекрыли где-то недели полторы назад, и теперь по ней можно просто ходить, гулять. В общем, тут уже машина не ездит, а просто пешеходная зона. И смотрите, вот таких белых палаток очень много, и внутри их просто ничего нет. Можно просто проходить их сквозь, и, то есть, ничего не продают, ничего не устраивает, и это как-то странно. Возможно, в дальнейшем будет что-то сделано здесь, но на данный момент ничего. Вот, как я вам и говорил, просто заходишь и выходишь, ничего внутри нет. Я все еще иду в Еврогородок, он чуть дальше по этой дороге, так что как приду, вам все покажу. Кстати, там будет обыск, то есть, нужно будет пройти через металлодетектор, потом нужно будет показать рюкзак, ну и так далее. Ого, тут еще и очередь, посмотрите, это очередь, чтобы войти внутрь. Сейчас буду стоять в ней, так что хорошо, что я приехал заранее. Да, я все еще тут стою. Примерно минут 10 я стоял в очереди, и вот и наконец-то пришел в фан-зону, вот так вот она выглядит, то есть, загороженная. И знаете, в чем прикол? Мне сказали открутить крышку от моей воды и оставить ее там. То есть, теперь моя бутылочка не закрывается, и я ее не могу сложить обратно в рюкзак, то есть, мне придется ее носить в руках, а затем выкинуть. Кстати, я уже сейчас от нее хочу избавиться, но я иду прямо, потому что там находится центральная сцена, и туда я, собственно, иду. Ну, думаю, не знаю, сейчас посмотрим, что находится на сцене, найду какое-нибудь расписание, подключусь к вай-фаю, и уже после этого я с вами прогуляюсь по всему городку, по всей фан-зоне, и покажу вам вообще, что здесь находится. Смотрите, там есть какой-то второй этаж, надо туда подняться и посмотреть вообще все свысока. Да, вот. Вот такой вот у меня план на самое ближайшее время. Пока я все еще пытаюсь подключиться к местному вай-фаю, что у меня, собственно, не получается по каким-то причинам, я наконец-то подошел вот сюда. Тут будет концерт в 6 часов вечера. По крайней мере, мне в инстаграме так написали, что начало в 6, но я точно не знаю, информацию нигде не проверял, нигде не находил расписание. Так, я хочу встать где-то возле первых рядов, вон туда вот я стану потом, чтобы быть максимально близко, чтобы вам с максимально хорошего ракурса все показать. Вон там сцена за моей спиной, ну, а начало где-то через полтора часа, так что буду ждать. Когда я поднялся на второй этаж, здесь появился интернет, и я сразу нашел информацию, кто сегодня будет выступать. Сначала в 6 часов начнется концерт Чехии, она исполнит свой джазовый концерт, после этого выйдет в истории Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Эстонии и Норвегии. Я буду до самого конца, так что все вам покажу. Ну, музыка, которая играет, это не выступление, это запись, просто музыка. Сама же сцена, вон, она пустая, ничего на ней не происходит. Людей действительно очень много, и интернет здесь не очень хороший. Скажем, в другом центре Боливер он был в разы лучше. Давайте же вам все-таки расскажу, что здесь находится. За это время, что я здесь находился, я слегка обошел эту фан-зону, и вот что я увидел. Здесь продается еда. Здесь очень много киосков, которые продают украинскую еду. Здесь по центру находится зона спонсора, это пиво львовское. То есть здесь можно купить алкоголь или просто поесть какие-то десерты, которые вы приобретете в этих киосках. Если пройтись прямо, там уже начинается сцена. На этой сцене, собственно, и происходит все самое интересное. Выступают страны-участницы и какие-то украинские знаменитости-артисты. Это здание ЦУМа, и там за забором находятся какие-то магазины одежды, золото и еще что-то. В домах офисы и жилые квартиры. В общем, вот так выглядит центр с этой стороны. Я нахожусь здесь где-то минут 15 именно на этом месте, потому что здесь бесплатный интернет. И я к нему смог подключиться, потому что для сцены Wi-Fi нету. Это, кстати, очень странно, ведь мы находимся в самом центре, и еще и в фан-зоне. И можно было как-то Wi-Fi подключить на каждый шаг, чтобы интернет был повсюду. И чтобы не было таких проблем, что нельзя подключиться. Ведь туристы, которые приезжают в Киев, у них наверняка нету сим-карты украинского производителя. То есть они не могут пользоваться, скажем, Vodafone или Life или Kieftar. И лучше бы, чтобы был интернет хотя бы здесь, чтобы можно было присоединиться и найти там себе, не знаю, жилье или еще что-то. Посмотреть какие-то новости, узнать расписание концертов, ну и так далее. Сейчас я, наверное, снова обойду эту фан-зону и буду идти уже к сцене. Начало концерта через 1 час и 9 минут. Так, снова начинается музыка. Я только что был вон там сверху. И, кстати, я нашел хороший интернет от Якобс. Он вроде бы нормальный, я там посидел. Вообще информацию насчет начала концерта так и не нашел. Но зато мне дали рекламку с Чернобылем. И знаете, в чем ее особенность? Если вы русскоговорящий человек, тогда для вас эта поездка обойдется в 40 долларов. А если вы англоязычный гость, тогда вам придется заплатить 80 долларов. И мне кажется, это странно. И я иду туда, прямо там сцена. И все-таки я буду стоять возле сцены, чтобы мое место никто не занял. Потому что осталось всего лишь 40 минут до начала. Так что надо занимать свою позицию. И все-таки я буду стоять возле сцены, чтобы мое место никто не занял. И все-таки я буду стоять возле сцены, чтобы мое место никто не занял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, много интересных стран сегодня выступит на этой сцене. Как я говорил вам раньше, я здесь буду до конца. Людей не очень много. Если эта фазона одновременно может вмещать в себя 8 тысяч человек, то здесь не больше, наверное, полторы тысячи. Вот полторы тысячи это максимум. Людей не очень много, просторно. Но единственный минус, вай-фай есть не везде. И для меня это реально минус. Потому что было бы неплохо снимать и одновременно выгружать видео на свой канал, чтобы вы сразу видели выступления исполнителей. Но, к сожалению, у меня нет такой возможности, потому что здесь нету вай-фая. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня был очень интересный концерт. Почему было, в принципе, там еще как сих пор продолжается. Но те страны, которые меня интересовали, уже выступили. И я решил уже потихоньку уходить. Потому что потом будет много людей в метро. В общем, лучше уйти чуть-чуть раньше, чтобы доехать нормально. Вот, я уже опубликовал два выступления. Они уже начинают набирать просмотры, это здорово. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. У меня видео выходит на тему конкурса каждый день. Так что до встречи завтра. Пока-пока.